Чтобы понимали контекст нашего сегодняшнего совещания в обществе, еще раз хочу обратиться к ежегодному посланию президента Белорусскому народу и парламенту. И, естественно, в канун этого мероприятия я провожу ряд закрытых, открытых совещаний, консультаций по тем или иным вопросам. И они лягут в основу некоторых заявлений от имени президента. Сегодня мы обсудим вопросы, которые имеют стратегическое значение для нашего государства. В наши дни ни одна страна, даже такие супердержавы, как Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, да и Россия, не в состоянии обеспечивать свое устойчивое развитие самостоятельно, изолировано, друг от друга и от всего мира. В этом самом мире, в том числе и в Европе, на евразийском пространстве, существует целый ряд различных объединительных инициатив, которые призваны способствовать экономическому развитию, обеспечению безопасности и гарантировать сохранение жизни на уровне граждан. Во многих из них мы участвуем, с иными сотрудничаем. Но как? Насколько это выгодно для белорусского народа? Эффективно ли мы используем механизмы для отстаивания своих интересов? Первое. Исторически самое широкое поле для взаимодействия сложилось с нашей Россией. Но вследствие этого и значительный набор постоянно возникающих вопросов, которые необходимо обсуждать и решать. Самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. В иных других проблем практически не существует. Российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции. Мы к этому готовы. На уровне правительства созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз посмотреть сегодня, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще. Нам нужно еще раз проанализировать, где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать. Еще раз хочу подчеркнуть, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Я хочу, чтобы это, прежде всего, услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта – равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. И этот принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблем. И самое главное, это видно особенно после этого большого разговора, фейковые новости, тенденциозное изложение, попытка вырвать из контекста высказываний, прежде всего, моих, отдельные фразы и интерпретировать так, как кому-то это хочется в Российской Федерации. К примеру, Лукашенко согласился на введение единого рубля в Беларуси и России. Слушайте, чтобы соглашаться на что-то, надо, чтобы тебе что-то предложили. Если тебе предложили единый рубль, ну тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси это никто не предлагал. Я просто отвечая на вопросы журналистам, размышлял и отвечал им, что если такой вопрос станет, беларусы абсолютно не против единого рубля. Но вопрос не в этом. Вопрос, как регулировать будем процессы на валютно-финансовых рынках. Что за эмиссионный центр, где он будет располагаться, неважно. Важно, какие функции он будет выполнять. Это были мои рассуждения. И потом, слушайте, а что сегодня рассуждать про какой-то рубль единый? Сегодня почти 80% в нашей торговле с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту предложил, прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы это не боимся. Но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли самым близким партнером своим в российских рублях, рассчитывая на твердую, так сказать, валюту. На вражеские доллары и евро. Ну тогда что рассуждать о каком-то едином рубле? Давайте двигаться в этом направлении. Завтра перейдем на российский рубль, послезавтра ведем единую валюту. Какой она будет? Как будем осуществлять эмиссию? Как будем управлять процессами в этом едином нашем рублевом пространстве? Мы садимся за стол, ведем переговоры и договариваемся. Но в основе один принцип равные условия. Если уже отвечать вот таким образом на этот вопрос. Или еще один из фейков. Лукашенко заявил, что белорусы, если поставить вопрос на референдум об объединении, белорусы и России объединении, 98% а то и больше будут против. Речь идет, если поставить вопрос о включении Беларуси в состав России. 98% а то и больше процентов проголосуют против категорически. Вопрос об объединении на референдум вынесен вообще не может быть, потому что он неопределенный этот вопрос. Что значит объединение? Но на каких условиях? Что это за объединение? Поэтому никогда подобный вопрос на референдум вынесен быть не может, поскольку он неоднозначен в своем понимании. И ответ на этот вопрос будет неоднозначен. Вот так вот все переворачивается. Там в России и начинается какой-то переполох. И в конце концов выходит на главное. Это их цель. Обвинит Лукашенко, что он торпедирует интеграционные процессы. В Беларуси никто не торпедирует интеграционные процессы. И прежде всего Лукашенко. Потому что это наша жизнь. Если нет интеграции, если нет вот этих объединений, в которых мы участвуем и сотрудничаем, нет экономики Беларуси. Потому что она экспортоориентированная. Поэтому для нас интеграция жизненно необходима. Вот в чем вопрос. Но посмотрите глубже, и я впервые об этом скажу. Почему нам со стороны России постоянно подкидывают вопросы? Типа включение в Россию какой-то губернии, поделить Беларусь на куски и включить в Россию. Или какой-то непонятный процесс в виде единого рубля и так далее. Почему? Потому что понимают, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, ну тогда и не надо. То есть вопрос один. Они не хотят этой интеграции. Второе. Многие экономические вопросы из повестки союзного государства перенесены на площадку Евразийского экономического союза. Многие вопросы мы попытались решить в ЕАЭС. К сожалению, процесс евразийской интеграции, сегодня уже можно сказать, я после того, как журналисты задавали мне вопрос, проанализировал это, вообще процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернуться. Мне докладывают о барьерах, препятствиях, ограничениях для наших субъектов хозяйственных. А отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой. Но перед нашим Евразийским экономическим союзом ставились также другие важные цели – создание общего рынка и равных условий. Может быть, необходимо вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов, а также при устранении барьеров и ограничений. Ответ на этот вопрос важен для будущего евразийской интеграции. Третье. Ключевым рынком для Беларуси остается регион Содружества независимых государств, где хорошо знают отечественную продукцию. Сюда я добавлю Украину и Грузию, с которыми у нас большой масштаб и объем торговли и добрые отношения. Поэтому экономическая составляющая является приоритетом работы правительства. Ведь площадка СНГ для многих постсоветских стран является единственным объединяющим звеном возможностью хоть как-то выстроить отношения. Четвертое. Важным вопросом международного взаимодействия является военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ. Если хотите, это важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены наши усилия в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом. Особенно после того, как обе крупнейшие ядерные державы вышли из договора ограничения ракет средней и малой дальности. С учетом мировых тенденций востребованность этой организации сомнений не вызывает, как я сказал. Однако в настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ. Ну возьмите хотя бы обычный вопрос назначения генерального секретаря. Пятое. Беларусь успешно налаживает диалог со своим вторым крупнейшим партнером Европейским Союзом. Растут инвестиции, увеличилось положительное сальто в торговле, развиваются контакты. Минувший год стал рекордным по объему сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития. Кстати, вчера стоялись переговоры с руководством этого банка. Мы достигли существенных договоренностей по кредитованию и не под 9% по важнейшим направлениям реконструкции, модернизации, строительства новых объектов в Беларуси. Особенно в социальной сфере. Вода, мосты, дороги и так далее. Восточное партнерство приобретает прагматичный характер, в нем появляется больше интересных для нашей страны проектов. Вот это сотрудничество на Западе сегодня вызывает некую аллергию и истерику порой у нашего главного партнера Российской Федерации. У отдельных политиков спрашиваются, чего вы истерите? Нашу продукцию на рынок не пускают, на хлебниками обзывают, выталкивают, давят где только можно. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть? Так как спрятаешь 10 миллионов человек и страна, которая находится на перекрестке всех дорог. Если перед нами закрывают дверь одну, вторую, третью, мы ищем четвертую, для того, чтобы нормально существовало государство. И даже при этом никто нас не может упрекнуть, что мы якобы куда-то повернулись. Нам никуда не надо поворачиваться. Мы в такой ситуации, что нам надо постоянно вертеть головой. Потому что находимся в эпицентре событий. Мы находимся, еще раз повторяю, в центре Европы. И нам надо жить, нам надо отвечать за 10 миллионов человек. Зачем нам искать счастье за 3-9 земель, если бы было ненормальное экономическое отношение с Россией? Если бы мы могли, как договорились, свободно торговать, перемещать товары, могли перемещаться люди, получать услуги, нас бы не оскорбляли. Зачем нам искать какое-то счастье, неизвестно где? Но лед в отношениях с Европейским Союзом не растаял. Брюссель продлил действия пусть символических, но все же ограничительных мер. Ложка дегтя в бочке меда. Они ведь не имеют никакого значения практически, кроме символического эти ограничения. Торгуется с нами даже по мелочам Европейский Союз, уклоняется от разговора о новом базовом соглашении. До сих пор нет четких юридических рамок взаимодействия. Европейский Союз в это время имеет такие соглашения со всеми постсоветскими республиками практически, кроме Беларуси. Кстати, Россия очень продвинута в отношениях с Европейским Союзом, Америкой и НАТО. И мы же за это Россию не упрекаем. Мы ищем в этих соглашениях Россия и НАТО или Россия и Евросоюз свою пользу. Мы не торпедируем, не мешаем, мы способствуем. Я думаю, точно так и Россия должна поступать, поддерживая нас. Не на словах, а на деле. Ближайшими задачами для нас являются подписания с Европейским Союзом приоритетов партнерства и соглашений по реадмиссии и упрощению визовых процедур. Однако европейцы должны понимать, что любые чуждые нашему народу идеи и размены в ущерб национальным интересам для нас абсолютно неприемлемы. Шестое. Три государства, граничащие с Белоруссией, являются членами Североатлантического Альянса, а Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов к усилению военного присутствия. Ни нам, ни нашим соседям уверен, новые разделительные линии не нужны. Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов. Вообще нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи интеграции-интеграции. Уникальное положение на стыке ЕАЭС и Евросоюза обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западные и восточные векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга. Сейчас же происходит обратное. Подвижки в диалоге с Западом вызывают, как я уже сказал, раздражение в Москве и наоборот. К балансу мы придем только тогда, когда рынок Евросоюза для нас превратится в реальную альтернативу российскому. Не на бумаге, а на деле по конкретным результатам. Это в равной степени относится и к вступлению в Всемирную торговую организацию. Не надо туда вступать ради того, чтобы вступить. И я не подпишу ни один документ по вступлению Беларуси в ВТО, пока мне на стол не будут положены конкретные преимущества от этого вступления. В противном случае опять будем через некоторое время рыдать и стонать, как по ЕС. Сегодня мы должны детально обсудить все эти вопросы и выработать по ним конкретные пути решения, чтобы дать четкий сигнал нашему обществу, нашим соседям и главным нашим партнерам и братьям в Российской Федерации.